всем привет так сегодня помоделируем шкаф тихого выговорить это нереально да но студентов у всех что-то с ним проблемы вроде бы такая простейшая геометрия ничего не выходит да и сегодня там смоделируем и затекстурируем его так и приступим то есть я картинку да уже сохранил блендер открываем блендер у меня 321 с 32 были что-то какие-то проблемы он часто вылетал и не работали авто сейвы да сейчас скачал эту версию возможно глюков не будет да как раз и попробуем так опять переходим на вид вид спереди да и перетягиваем картинку вот есть дальше смотрим на размеры до нашего шкафа и я лично там создаю обычно габаритный такой куб вот и размеры у шкафчика задаем если их на сайте можно посмотреть вот до метр ширина 36 глубина 95 высота то есть по иксу третий а также в миллиметр и переключу юниты а значит по иксу тысяча так вот вай 360 и высота у нас девятьсот пятьдесят на то есть создали не забываем сразу применили скейл control и я нажал и так плей удалю и эту теперь смасштабируют поднесу да для картинки поставим на вид фронт и и и и по сити там так и еще до подгоняю и масштабы ну где-то на нормально так подогнали до приступим к моделированию так я как нам надо вычислить до размеры вот этих трубы этой вот что делаю я зайду в режим редактирования на выберу ребра нажму shift да и скопирую вот это ребро нажму p selection от соединю его до в отдельный элемент вот он получился у меня так далее заходим режим редактирования да я беру например нажимаю я и экструдирую и сюда и пойду в рвы и включу edge length до посмотреть на ее размеры 16 6 ну так предположительно до что 20 миллиметров все-таки это трубка будет до хватаю за это ребро опять же колесико мыши нажал shift зажал и этом подогнал до 20 миллиметров а то есть есть одну штуку как бы почти сделали теперь нажимаем ей экструдируем ее 20 если не в ту сторону да у нас нормально не туда смотрят минус нажал и нажал enter ну и советую до нормали постоянно проверять он фейс ориентей шин класснули посмотрели не туда выделили shift n нажали и будет туда а советую операцию даже так shift n выделили нажали ничего такого криминального не произойдет а нормали будут смотреть туда куда надо да и так же вот эту фейс ориентейшн можете себе я вынес в меню быстрого доступа клавиша q да можете это сделать правой кнопкой нажали ну и у вас тут будет не римов соответственно это добавить да и дальше туда поехали далее я этот элемент на беру включая привязки к вершинам уже отключу лэнкс не надо мне и начинаю там копировать нажимая shift d по оси выбираю какой и копирую опять shift d по иксу до этой точки на то есть сделали вот дальше у нас опять и между ними будут планки то есть я беру как там делаю ну например в принципе габариты мы уже создали да мне этот куб не не нужен далее захожу опять выделяем вот здесь ребро обязательно его скопирую да по что я буду сейчас делать с него трубу как бы эту палку нажимаю я выбираю да куда по оси z и пишу 20 опять если не туда минус нажали enter нажали control плюс на вам выделит весь этот объект далее теперь е да и до этой точки экструдируем ее и выделил эту штуку нажимаем shift d x и xy и сюда дарик струбнули так дальше да у нас еще по середине две штучки есть да то есть я возьму их выделю эль-эль навожу на объект и нажимаю буковку или я не выделяется затем не надо привязать точно по центру перехожу до выбираю edge центр и здесь не ближайшими точками от центром как бы моего выделения вот да можно показать оси также да важно скопировать нужно shift d x и наводим да вот теперь точно по середине все это уберу оставлю опять как было перехожу вершины выделяю вот эти две вершины опять же да выделяйте в режиме в airframe тогда выделиться все вот и тоже до делаем вот сюда у этих элементах да я не убираю крышки чтобы у меня был и также тут срабатывали потом так сделали у нас между вот тут между элементами опять будут короче да какие-то распорки тоже выделяю shift d копирую ез 20 миллиметров минус сюда control плюс нажал опять е то есть экструдируем по оси y до этой точки могу опять или навести эль бывает нажимая control плюс и выделяя объект целиком а и так же самое теперь shift d и и к этой точки на то есть скопировали смотрим все нормально далее у нас нас там какие-то непонятные моменты да вот это как вот вот это железя когда находится за этой да к чему она там крепится непонятно но думаю вот этих на нажмем эль эль теперь shift d по оси z на выбрал и где-то вот дать сюда двигаю это дело есть хорошо теперь опять я shift d скопировал объект и y20 enter control плюс выделил его да и экструдирую раз экструдируем до вот этого момента вроде бы так так же control плюс выделяю ее и экструдирую дать сюда да вот тут я смотрел на этот шкафчик так она как-то и сделано не фэншую то есть видно там он полкой что она по сути у нас к стене не будет прилегать да и все будет за нее там падать не знаю как она там устроена но в общем сделаем так как нарисовано до постараемся так далее эту степь а я ее взял передвинул забыл скопировать да ну ничего страшного теперь скопируем поставим так вот смотрим еще на пол куда скорее всего и опять же и по рисунку у нас он там есть там есть перекладины и боковые тоже есть на то есть нам это все нужно взять так сейчас подождите надо въехать на вот здесь она так получается а там вплотную на одном и том же расстоянии по ходу а тогда я выделяю все вот эти вот элементы навожу или нажимаю и и теперь опять шик дзет и двигаем куда-то вот сюда на где-то так так получилось так теперь сделаем да также эти направляющие такие для двери наши тут вроде бы все правильно все хорошо можно опять же на каких-то этапах проверяйте да не деле не сшились точки и все такое вы можете взять добавить модификатор балл там пару миллиметров сделали вот и смотрим да если он везде работает у нас все хорошо значит с геометрией у нас везде все хорошо вот фасочки я такие вот маленькие там оставлю вот так далее сделаем да для дверей могу бы вала стать в режиме редактирования буду его прятать так двери 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 до 5 чего взять двери какой-то элемент ну ладно возьму вот здесь точку на 6 д скопирует эту точку опять там е экструдирую по оси y на 20 и в ту сторону вот минус 20 на теперь control плюс могу опять ез до вот этой точки да тоже control плюс е е но 20 миллиметров то есть одну секцию сделали также я ее выделю и там двери у нас да ну не должны быть вплотную я немного отодвину на пару миллиметров вот кстати да опять же нам также там для удобства вот показывается сетка до в левом верхнем углу написано да в текущий момент у нас ячейка миллиметр вот сделаем вот так я опять нажму shift dx и сюда перенесу также там подъеду посмотрю чтобы было пару миллиметров вот дальше то же самое в принципе я мог бы брать например и вот так делать до 1 2 экструдировать по оси z на 20 вот он control плюс и нажимать control е richard schlips на и так тоже в принципе быстро строится но если вы сейчас спрячете все вы увидите что-то да не создаются крышки и соответственно я тогда не получаю бэвел и а еще видите затупил забыл скопировать да эти элементы с которых там это сделал вот то есть shift d 1 z20 вот control плюс control е richard schlips на shift h спрячу не выделенная а ну чё себе я сейчас видите нормально сделал шилы их не удалил так ну отлично да значит можно и так поделать так теперь что там альтаж показать все выделим вот этот элемент и опять я копирую его по оси z до вот этого расстояния так и дверь наверное я отделю пока да я буду делать одну дверь а потом ее просто скопировал поэтому нажму или потом пусть пока будет да в любой момент еще отсоединю так вроде бы часть такие заготовки сделали следующий элемент да это надо сделать вот эти вот штуки как они уголки какие-то которые в общем нашу конструкцию всю скрепляют так на зайдем в режим редактирования и и как тут опять да я возьму какую-то точку вот скопирую и и например нажму и x да и посмотрю приблизительную наверно дать сюда это он восемь миллиметров напишу 80 миллиметров минус на enter если что я это дело смотрел да вот верхнем углу как левом когда я нажимаю и z да и тяну вон там он у нас пишет расстояние на и тут тоже 80 миллиметров если не в ту сторону минус нажали есть так дальше то есть есть мой объект наверное сделаю его пока квадратным зачем ну да ладно до 9 нет сделаю вот сюда так же да пусть на 20 миллиметров идет и это вниз тоже на 20 миллиметров вот так пока что до выделю этот shift аж спрячу не выделенная вот это соединим и мне здесь нужно сделать на сглаженную такое поэтому я вот этот элемент нажму sub divide да и подразделю сделаю как бы одну точку и точку передвину куда-то отсюда вот дальше выделю это все ну могу сразу нажатие в залить и да могу подразделить сначала с точкой поработать неважно control shift b это у нас каково бэвел для вершин на и потянем видно чуть-чуть от сюда надо до подровнять вот в принципе да вот эту штуку можно было не так наверное сделать а правильнее было бы да вот эту точку вот сюда дотянем эти точки он спаяли получили в общем квадратик да и подразделили не спаянно вот контур окон залили f control r да то есть мы на какое-то расстояние сюда перетянули а ну давайте я сделаю вот так контролер сюда выделю вот это ребро control b нажму на чтобы типа ровно все было и выделю это ребро шифтер повторю операцию на так сказать теперь например я могу вот эти по удалять x фейсы на туда к типа все вообще будет у нас ровно вот эти тоже ребра удалю кстати вот так когда до происходит опять можно нажать x и лимит от число а вот так уже произошло так тоже не надо выбирая эту точку control shift b подтянули теперь видите ну тут теперь точно равное расстояние у нас ну сделаю вот так вот затем я ее выделю нажму е и где-то на два миллиметра на потяну сделали теперь перейду в ребра control alt и клик поэтому выделить нам ринге а вот эти нам не надо поэтому кликаем раз два три четыре и пять и тут делаем также да control b подтянули ну приблизительно сколько-то так подразделений добавили альтаж показали все на то есть вот сделали эту накладку так и сейчас у нас первая до проблема будет когда мы сделали накладку накладка два миллиметра у нас было отрабатывает тоже на два миллиметра соответственно у нас здесь получается пересечения вот здесь кстати можно вот этот кламп оверлап если убрать мы увидим до что они находят друг на другой и тогда как бы если с этой галкой перестает бэвал работает и по сути он отработал на миллиметр а к примеру я хотел здесь получить один был а на остальной конструкции другой да как я это могу сделать вот мы можем до использовать лимит метод не angel а перейти в эйд зайти в режим редактирования так вот эту вот штуковину я пока нажимаю прячу а вот эти все штуки выделяю да и для них мин бэвал вейт ставлю единичку видите все ребра у нас окрасились и стали синенькими а вот это единичка это значит если единичку умножить на двоечку на наши два миллиметра дату это как бы множитель такой мы получим и фаски два миллиметра на соответственно если я покажу вот этот свой элемент по выделяю моменты до которым я хочу опять назначить фаски и для них сделаю например чтобы множитель был там 0505 на 2 получим 1 миллиметр да давайте 05 вот и теперь посмотрим да у нас и тут два миллиметра и тут миллиметр ну например я хочу сделать их еще чуть чуть меньше уменьшу пусть такие маленькие будут фасочки вот тут там штуки 4 поставим также нажимаю double и сделаю шейд смуз включу нормал авто смуз и чтобы при короче шейдинг да не страдал он не делался пузатым и плоские поверхности были плоскими мы берем как мы берем идем в бэйвэл и ставим у трейдинги галочку hard and normals так есть готова обязательно до сохраняем наши проекты например создадим папку папочку шкаф или в неё сохраним и и в этой папке будем работать сюда все текстуры и тому подобное будем подгонять так и едем дальше дальше нам надо покопировать эти штуки да ну на этих штуках у нас есть болтики вот и копировать наверно лучше вместе с болтиком поэтому создадим тут болтик на возьму клацу курсор здесь установлю на поверхности и в аддонах включите да там едет преференс как его там болт болт факторе а вот и тогда у вас меню наш появится болты вот и у этого болта такой большой сейчас неважно мы выберем тип битки филипс на крестик и нашу головку как он наверно дом так ну да где то так что тут можно а это сама там глубина той битки и размер сделала чуть больше так ну и в этом болту на у нас наверное сейчас чё нам не надо возьму сделаю подразделение нажму в типа отсоединю и теперь эль и вот это вот все удалю да то есть она не будет его видно вот и она нам не надо в принципе тут тоже она такая серьезная да можно там половину вот этих тоже убирать да и при этом если мы включим там шейд смуз и авто смуз в общем будет нормально выглядеть вот эту на я ложу да вот такая шляпка пойдет и дальше я ее еще выделю и этом на место где наш . опорная мы сюда и и опустим вот так а выходим из режима редактирования масштабируем ее и и провернем по оси x на 90 ну и так приблизительно масштабируем то как нам нужно так дальше нажму shift d а это если скопирую и опять возможно передвинем чуть-чуть вот так ну и кстати эти элементы наверное я тоже мог бы сейчас не в режиме редактирования я возьму ее отделю выделю все lp selection отсоединяя и к ней присоседим болты кстати вот у нас опять же был хорошо что используется лимит метод бэйт то есть если я сейчас болтики к ней при соседе control джей нажму да то есть у нас на них никаких был of не появилось все хорошо вот дальше я установлю ей origin у меня тоже вынесена в быстрое меню origin to geometry это опять же напомню можете зайти правой кнопкой добавить быстрое меню часто опираться часто использую поэтому вот так так и дальше на шрифт д по иксу копируем теперь control м x да то есть отзеркалил по оси x передвину а там где они у нас еще там снизу и на дверях до элементу так поедем сделаем снизу нажму шильдер из-за этого контролем сетт они не надо было контролем да они как-то у нас вот так и они по ходу по ходу вот сюда должны быть и да там с обратной стороны или не тут сделаны не знаю там как именно сделаем что-то похоже пусть она сюда залазит единственное что нам надо болтики да с этих сниму выделения а вот эти передвинуть так еще вижу косяк какой-то да где-то у нас опять вывернуты нормали и где-то не туда был полез а вот она а то есть это опять же лечим зашли в режим редактирования shift n нажали все вылечили так ну и вроде бы нормально здесь болтики там она закручена то и все пусть будет так так теперь на дверку это вешай опять схвачу тут этот элемент копирую его тут подношу shift d за эту тут уже надо перевернуть по оси z сюда shift d x ctrl m x подогнали поближе не сделали все точно так теперь на двери сделать надо завес так перейдем на вид сверху и тыкну где-то вот здесь добавляем а сёкл вот можно и тут уменьшить его только наверно тридцать две грани там не будет много сделает он 16 масштабирую ирина шут ну то место где он там должен быть так еще наверное вот этот аж спрячу элементы дашь мне не мешали вот подношу где-то вот так может он поменьше весе где-то здесь на любит там маленький чуть чуть больше вот так да заходим в режим редактирования выбираю точки и вот этот сегмент удавил а теперь выберу опять точку и здесь делаем е да и экструдируем отсюда до какого-то уровня ну думаю нормально теперь выделяю все нажимаю е и по z экструдирую вот теперь выйду в объектный режим нажму shift d по оси z скопирую вот так и нажму control m x да то есть от зеркалю и теперь вот эти два элемента еще раз shift d по оси z скопируем нормально и теперь все это объединяю в один объект захожу в режим редактирования и вот это с этим нажимаем f это с этим f соединяем да вот это экструдируем до так по оси z до вот этого момента эту соответственно да только экструдируем а не перетаскиваем это ломается так сделали да теперь можно там выделить все shift n нажать на всякий случай и пойти где-то solidify фрейс сделать вовнутрь вот сюда я вот так так пойдет добавлю еще одно колечко наш где-то все к с в нем кстати можно было и больше грани сделать ну ладно пусть будет стука можно было да намного про еще проще сделать за ша или вот у нас курсор shift с это потом уже shift a mesh добавляем все около пусть будет 24 и масштабирую его вот так и тогда будет все ровненько у нас да вот зайдем в режим редактирования выберем точки и еще и с кстати когда у вас дала так клиппинг срабатывает view заходите тут поставили миллиметр или все нормально так и теперь их е вот сюда да вот эту возьми выделю контрол b потяну и вот здесь тоже сделаю фаску вот так да теперь этот элемент опять же выделяю shift d z контрол mc и надо соединить выделяя это это контрол е бритчат шлупс на теперь возвращаем опять все сюда пододвинем вот и захожу выделяю вот эти вершины и в конец зависит ну вот так да все это дело опять присоединим к завесе q выделяю это потом завес контрол джей также там шейд смуз авто нормальный завес и болтами его прикручиваем нажму альтаж это болтик дернем болтики все внутри ничего страшного lp selection отсоединили теперь также до поставим origin to geometry и делаем так посмотрели вроде бы все можно копировать ну это же да теперь к эти все болты тоже к завесе q kontrol к завесе куда выделил его последним контрол джей нажал на теперь его дублируем пусть будет вот здесь и все это к двери а давайте дверь сделаем теперь отдельным на захожу выделяю нужные элементы вот опять ps selection а то есть так мы так в принципе шумом то где это был ну да так вроде бы все хорошо и теперь тоже под соседем вот эти все элементы к двери control джей вот в принципе да что там тоже я установлю origin to geometry такое а вот здесь еще до элементик на сделать так ставлю курсор добавляю теперь сюда лей захожу в режим редактирования м от центр да то есть получил точку выделяю точку например там сделаем такой play посмотрели на него да там нормально ненормально под масштабировали как надо ну допустим вот такое да и теперь зайду выберу ребра и удалю это это ребро теперь выделяю точки control shift b и теперь накрутим вот ну думаю достаточно теперь вот этот элемент конвертируем в кривую в кривой заходим в геометрию и клацаем там дэпс да наверное чуть больше частей сделаю ну и обратно конвертирую в наш на вот она если вдруг там что-то не угадали с толщиной или размерами да то можно вот так помасштабировать если толщину хотите уменьшить тогда выделили все alt s нажали да то есть масштабирование вдоль нормалей и можно это покрутить ну вроде бы ничего также я 6 смуз применю и вот и к дверям и опять же control джей так надо полки на сделать полки зайдем возьмем так вот эти до линии если напрягают их можно кстати отключить на это был и помечены вот выделю раз точку два три четыре нажмем shift d скопируем их нажмем f зальем их и с экструдируем там сколько миллиметров 12 есть да вот и этой полки я сразу также задам на те же бэвел и вода и они теперь одинаковые вот и и вот здесь надо полку тоже сделать раз два три четыре не забыли скопировать и нажать f и опять е 12 миллиметров не в ту сторону делаем так и опять я выделяю объект до целиком и мы вот так ну и на всякий случай выделили все shift н до чтобы вывернуть нормаль вот вроде бы сделали этот элемент теперь у нас элемент следующий это вот эта сеточка так вот мы ее возьмем первым на рабочий стол в нашу папку шкаф сохраним и тут тоже откроем да то есть из шкафа перетягиваем так масштабирую повернуть приблизительно ставлю там себе размер ну где то так да можно еще вот и вам нужно в этот элемент за модель опять беру shift с курсор ту selected shift a plane добавляем rx крутим его к нам лицом уменьшаем уменьшаем так нам надо сделать вот одну секцию нам тоже эту картинку можем сделать впереди все было видно так и захожу вот да то есть один элементик выделили затем также control и rotation scale все по применяли теперь на заходим режим редактирования я ее сразу подразделю да и вот эти мне по сути не нужны делит пейсы на вот этот нужно помоделить да то есть я могу даже там взять ножик сюда отсюда а у нас еще вот это такая какая-то там острая чего-то там сглаженная ну давайте чуть так будет вот да то есть вот эти теперь 1.2 . нажмем x на они не нужны вот эти желательно соединить а тут наверно тоже добавить возьму к ножик сюда бабахну так ну вот сделали один элемент добавим мира по иксу и по z а если не отработала по z что-то ничего не происходит скорее всего не применили масштабы вращения доставьте галку мерч главное так все соединили то есть есть элемент далее этот элемент мы можем ареем да сейчас например подгоним где у нас там должна начинаться пододвинем если что можно чуть-чуть там потом смасштабировать да то есть если с буду нажимать вот я могу это все влепить так и нужно по другой оси дублирую оси так ну вот в общем нормально на тут с этой вообще есть кое-какие проблемы в принципе да вот так вот ну там можно использовать будет сетка вроде бы все хорошо нам не будут бликов потому что не будет нету фасок да если посмотреть на вот эту картинку то есть тут есть да какие то там блики вот ну и для лучшего реализма так сказать на желательно тоже это добавлять в принципе вы можете к вот этому всему теперь добавить shell ой solidify никак макс не выйдет так вот здесь не забыть мерч поставить да чтоб она все посшивалась только что то тут видать большое значение стоит так вроде бы да без всякого ну и например а теперь бэвол да тут где то раз мы делали один миллиметр может 0 3 миллиметра сделать фаску ну такую сделаем геометрию шапана внутренние углы не треугольниками до обходила арк поменяем и то ну вот добавлю да и мы уже получаем 2 миллиона полигонов да это мы еще не копировали на все не переносили то есть модель вот такого шкафа там с десятью миллионами полигонов ну мягко говоря она наверно никому будет не нужна да поэтому мы там поступим чуть чуть по другому так сейчас уберу арея там оставлю штук их по 5 так получили вот такой элемент возьмем опять же добавим ему 6 смуз вот да и надо плоскость чтобы была плоская для этого авто смут включен и в модификаторе бэвол в шейдинге вот тут харден нормал на теперь как бы все хорошо вот а дальше дальше я запеку один элемент на вот так установлю где-то курсор shift и опять добавлю plane rx 90 масштабирую его так его да вот мне надо будет сегмент один так захожу в режим редактирования включу прозрачность выбираю вот это ребро на и привязываю к этому выберу это привяжем сюда это сюда а вот это перенесем сюда то есть и вот моя такая секция тайлинговая да как бы получилось вот теперь надо это запечь выберу это затем выбираю моего так сказать новое поле перейду в шейдинг нажму слэш осталось только это и вот активному элементу сейчас у нас создаем материал добавляем shift и текстур имидж текстур на и создаем новую первое там будет и нам типа нормал и тут можно какое-то маленькое значение до наш вообще маню сенька и 256 мы возьму 512 на 512 хотя забыл ок нажать хотя лучше наверное было там 502 ну или 256 на 512 да ну сделаю вот опять квадрат мы посмотрим что будет так 512 нажимаем ok все создали да эту текстурку теперь идем главное чтобы у нас выбран cycles пункт бейк выбираем здесь нормал селект это актив экстружен там не знаю миллиметров 50 поставим да он все у нас там перекроет это так сказать создается кейдж откуда будет эмиссия наших нормалей да как бы запекаться далее выделяя вот это и нажимаем бейк да вот все хорошо получилось мы вам растянем как нам надо и будет все нормально так его shift alt с сохраняем так как раз наша папка открылась поскольку там файл сохранен и делаем сейв и теперь выберем еще ambient occlusion вот и точно так же да выделяю нажимаю бейк и у нас запекся ambient occlusion у него есть еще и прозрачность тоже shift alt с и назову это а о сейв имидж все да в принципе у меня есть текстурки что мне надо больше мне ничего не надо так переходим дальше показываем все мне надо сейчас опять выделить границы например раз два где я буду крепить этот plane вот так нажимаю shift д p selection соединяем выделяю вот это выделение свое заходим в режим редактирования надо бы его сшить да с вот эти точки и эти не получился квадратик выделяем все m by distance 4 вершины удалились все сшилось нажму f вот и в принципе наверное вот так было бы и нормально но если посмотреть еще на шкафчик где-то тут где-то там есть как бы такой ободок да вот видите есть сетка а по периметру ее как бы без сетки до металл вот и тут такие же истории значит нам надо будет сделать как два материала я здесь сейчас так тут все по единичкам нажму i да и сделаю обводочку вот так дальше пойдем настроим как бы материал зайду в шейдинг где наш этот элемент кстати вот тут никаких там фасок она в общем-то зайду в режим редактирования выделю все да и вот это надо убрать так и первое да создадим материал нашего шкафчика какой-то простой да он там почти что черный вот и наверное покрашен как порошковой какой-то краской вот значит я добавлю добавлю нот нойс добавлю нот вектор бамп да подключаем это сюда так это сюда а не только тут на хейт да то есть из фактора на хейт получили вот такую штуку надо тут наверно там по тысячу сейчас вообще такое ничего не видно да strange что берем на 0 1 ну в принципе да как бы все хорошо может быть две тысячи вот так еще лучше может здесь не такое там большое не 0 1 0 5 еще в два раза уменьшим может и 0 1 0 1 короче оставлю вот пусть будет вот так вот а дальше то есть это у нас будет короче материал black и создадим второй материал и в него положим тот же материал только сделаем уникальным там еще нам надо будет наши карты применить да чтоб я нажимаю на двойку он стал уникальным можем назвать его грипп так да и видим если мы там тут что-то поменять теперь тот не меняет а вообще сейчас ничего и вообще не изменится ну давайте а теперь я назначу это вот этому поликонам grid сайт вот и тут например теперь до что-то изменю все я это уникальный могу с ним работать так и сюда что ну что-то там напекли надо как-то это сюда приспособить вот я добавляю добавляю опять текстур имидж текстур нажимаю open открываю нашу карту нормал нормал используем теперь еще вектор нормам и кала сюда здесь вставим но кала так и теперь да что делать с бампом не отсоединять же нет здесь есть вход норма да то есть если мы его сюда присоседим у нас в принципе как бы должно было бы все заработать но не заработала из-за того что у этого элемента у нас отсутствуют развертки да то есть мы его делали там с куба нет вообще я скопировал грани ну то есть если перейти в юви эдитинг ну вот мы все выделяем да у нас развертки никакой то есть для нее нужно создать развертку потому что если вы не подключаете сюда никакого маппинга да ноды вот это текстурные карди нод текстур короче работает по умолчанию с юви да мы заходим в юви эдитинг нажимаю у и анвра так и надо это раздвинуть как бы на всю да я нажму gx и перенесу вот сюда так где то так вот на все раздвинули так теперь перейдем в шейдинг и опля да появилась наша штука кстати она той стороной появилась ну ка не пойму где она тут ничего не отображается у меня такое ощущение что не той а ну ка просмотрю да что будто бы ее надо повернуть ага таки да на 90 вот теперь она той все хорошо так теперь опять да в шейдинг и что надо дальше еще откроем нашу а амбент окружен да в принципе она то на черном цвете особо и не будет ничего видно да там этого а вот вот но мало ли захотите поменять что-то используем color mix rgb сюда здесь сюда и в режиме мультиплай давай думай вот теперь там фактором можно на этот регулировать амбент так ну я цвет хотела ставить перетащу его вот сюда вот подключим так и теперь мы хотели еще прозрачность здесь же есть альфа канал и альфа можно к альфа подключить да и по умолчанию мы не увидим ничего на массиве работает нужно в настройках материала viewport диск и поставить альфа бленд для теней там альфа хашет да и вот он получился элемент у нас с бликами на все хорошо еще и одинаково с тем материалом залит и дальше я добавляю мэппинг control t нажал это при том что у вас установлен нод wrangler и сюда тоже это добавлю на теперь уменьшаю размер ячеек можно вообще шкаф типа показать на и посмотреть приблизительно до какого вот например где то так пойдет пойдет да и надо их бы чуть-чуть растянуть поэтому я это вот здесь вот так сделаю так отлично да у нас есть и блики и все хорошо и теперь наша сетка в общем ничего не весит этого мы и хотели вот и у материала например кстати да вот я его скопировал а вы например захотели поменять ну типа ровность вам придется тогда один настроить и потом копировать это число да можно сделать чуть иначе к примеру если вы этот ровность возьмете скопируете как новый драйвер и теперь перейдете в другой материал а сюда вставите драйвер да здесь будет таким розовым она видите не меняется это значение но если вы как в основном на будете менять на то будет меняться цвет ровность также с этим можно копировать нашу цвет не копируется ну ладно нельзя копировать только значение да хотя цвет это тоже значение наверное можно просто я пока не знаю такого да то есть для этих копии с new драйвер везде есть ладно да тоже можно но это другое вот да например а также там с киев настраивать вот эти вот значения можно было бы и вот покопировать и для вот этого вставить на пас драйвер и соответственно в этом в базовом вы что-то будете менять будет меняться и в том на то есть все хорошо так есть сетка есть отлично и теперь теперь да мы пойдем и сетка что должна быть везде везде сейчас ну дверь мы к скопируем потом вместе со всем а сейчас я нажму cd копирую r90 минус вот сюда так поднесем так перейду на вид сбоку да поднесем ну вот хорошо тут мы видим этот наш элемент какой-то ладно пусть остается так дальше да нам нужно подогнать ее размеры вот заходим в режиме редактирования и если вы вот так вот выделите и потащите у вас просто масштабируется сетка да ну если вы перейдете в инструменты и в общем с кликните коррект фейс атрибут да тогда у вас будет перемещаться да и как бы не трогать юви будет заполняться вот и здесь сделали так шильдер икс здесь да надо вывернуть нормале вот нужную сторону смотрела вот теперь куда надо ну например добавим вот так ну и там она где-то снизу лежала шильдер р-90 минус 90 минус 90 и тоже подгоним так он эту спрячу спрячу чтоб не мешали так ну тут пусть лежит на этих перекладинах не знаю как она там должна быть данные отсутствуют так идем сюда вот вот подгоним сделали альтаж показали все так картинку уже спрячем далее да нужно еще поназначать нам материалы и скопировать двери да то есть давайте вот этому как бы всему по сути можно взять вот так выделить нашу сетку да и все таки два материала и вот это тот black по сути у нас все должно быть не то хватает да если элементов немного можно и так по назначать так сделали да теперь что я сделаю я возьму двери вот эту на сетку к дверям тоже control джей присоединю шифт д x control n x и пододвигаем ну там у нас отступы были в пару миллиметров делаем вот так да и получили вторые двери все хорошо так если двери да вдруг вам понадобится там немножко приоткрыть да то мы можем зайти в двери например взять вот эти эти и вот этот элемент и тут точно так же нажмем нажмем п селекшин да отсоединим а у самой двери возьму вот эту точку шифт с курсор туселект так выйдем и теперь сделаем set origin to 3d курсор да и теперь rz и дверку мы по этим осям в общем крути так ну и еще наверное тут более какой-то для болтов а там завесов и вот этих глянцевый материал можно сделать да то есть я надо это все теперь повыделять будет да ну давайте я теперь это все типа возьму в один control джей шкаф на то есть все это один у нас объект тут сдам новый материал и сейчас мы по выделяем болтики можно так по выделять на попробовать ну да хотя тут немного где-то болт про втыкал раз надо добавить можно было попробовать например да выделить этот болтик и селек семила да да почти почти как я хотел control плюс нажму чтобы выделилась еще эти до конца из вот этих внутренних shift l перейдем только вот сюда shift l поснимаем выделение о да выдели а еще вот эти так ну как раз да те элементы которые я хотел назначить другой материал да нажимая сайт ну да все назначено ну его сделаем тоже какой-то черный добавим металличность и уберем ровный суп не такой был ты наверное не такой черный где то так вот пойдет а еще доски до доски доски это мы зайдем на сайт сиси 0 текстурском это он раньше назывался сейчас амбиен си джи зайдем в эти наберем ассеты какой-нибудь вот вот и что нибудь скачаем там не знаю более-менее похожие не знаю что там похожие так посмотреть да скачаю вот этот он еще и пошкрябанный какой-то нормально да в принципе ну давайте 4к тоже в нашу папку так подойдем пока то суть до дела до шкаф поставим вот еще что забыли да там ножички есть поставлю тут курсор да да создадим опять все как так зайдем в режим редактирования е оси z сделаю f control b это вот так тоже какой-нибудь еще особо и не видно будет добавим материал и сделаем шейд смуз вот и вот эти штуки нужно покопировать то есть шейд смузы то есть шейд смузы давай сюда выставили так шейд смузы так шейд смузы так и еще раз под кладушки да так и теперь опять выделю все это выделю последним шкаф control j туда и выставим его теперь как бы упс что я их не выделил выделил control j все да теперь все вместе и теперь опущу его и можно например сделать control a и сбросить в общем все трансформации да и у нас шкаф теперь будет масштабироваться относительно пола и в общем все хорошо так текстура наверное скачалась заходим ее извлечем вот вот так и переходим опять в шейдинг нам то есть нужно создать материал он будет называться вот и назначить его так опять вот это синие я его отключу назначить плоскостям этой и этой на выделяю сайл вот и теперь надо собрать материал нужен тут нам будет на кола нормал open джель и ровность и все так подключаем и скорее всего мы ничего не увидим потому что нет юви разверток да но подключим так это на ровность здесь переключаем на нон кола и добавляем вектор нормал и так же тут не забываем на нон кола делать так и возьмем перейдем тоже в юви эдитинг вот эти синие меня донимаю для работа не выделены у нас до нажимаем смарт-юви project да вот они разложились в принципе ну нормально разложились да дальше мы их можем масштабировать прямо здесь да текстура у нас стайлинговая так что должно быть все будет смотрим ну да все хорошо есть какие-то царапинки вот в принципе там можно поискать любую другую текстуру в общем как бы все сделали вот и шкафчик получился так можно не знаю что то там опять сделать его отрендерить ну думаю он и так красивый вот так думаю что не там plane создался да shift c курсор в центр shift a plane добавим выделю вот здесь это вот такую штуку так тут тоже материал какой-то такой шейдинг шейд смуз покажем где то у нас есть камера лампочка так лампочку сделаем эрея ват на 300 альтер аль джи да то есть я ее убрал ее повороты и перемещение сделаю квадратный источник света пробуем вставить где то тут и можем с этой стороны тоже добавлю вот так это где то 200 сюда так камера поставим камеру и возможно камера квадрат не когда лучше бы подошла от приблизим так он запустил у нас там получается так получается на материал может быть ровно с а там в общем-то неплохо то и увитой 10 вот да где-то так не этом выставлю сэмплов 256 и denoise вот и чего нажимаем f12 и ждем ай болтик завтыкал да ну то добавить так в общем нам как-то так все всем спасибо слава за свой до новых встреч